Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Неделю назад в Молдове начался конституционный переворот, и это не преувеличение. Именно так его назвали и эксперты, и западные партнёры. В то время как экс-президент-лидер социалистов Молдовы Игорь Дадон находился в Москве уже со вторым за месяц визитом, его однопартийцы в парламенте изменили состав Конституционного суда, органы которой по законодательству Молдовы играет ключевую роль в объявлении досрочных выборов. Перед тем парламент объявил старый состав КС захваченным, то есть дал себе право не считать его решения достойным уважения. Впрочем, заявления партнёра о поддержке Санду было явно недостаточно для подавления мятежа. Зато в Дадона было немало козырей. В предыдущие годы его партия расставила своих людей во главе силовых ведомств. Он сделал послушное парламентское большинство, контролирует значительную часть медиапространства Молдовы. Впрочем, в итоге он всё равно проиграл. А Майя Санду на неопытности, которые пророссийский экс-президент постоянно подчёркивает, оказалась значительно лучше него политическим игроком. Санду довела до завершения юридическую комбинацию, удачно использовав слабые места в позиции Дадона. Не позволила Конституционному суду начать работу в изменённом составе. Добилась отмены в суде всех решений социалистов, а также получила основания распустить парламент и сделала это. Вряд ли совпадением то, что Игоря Дадона, лидера соцпартии президента Молдовы в 2016-2020 годах, один за другим кидают его соратники. Он теряет рейтинг и близок к тому, чтобы потерять рычаги власти. Излишне скрывать, что из всех топ-политиков современной Молдавии президент Камайя Санду имеет самый высокий уровень поддержки в украинских экспертных кругах. И для этого есть достаточно оснований. Впрочем, не стоит также иметь иллюзии относительно её правления. Она не проукраинский политик в том смысле, в котором это хотел бы видеть Киев. А отношения Украины и Молдовы являются достаточно сложными, со многими устаревшими проблемами и взаимными претензиями по Днестру, по трассе Одесса-Рени, которая проходит по территории Молдовы и другое. И пока нет уверенности, что эти проблемы удастся быстро снять. И позорная украинская спецоперация по похищению экс-судьи Чауса, состоявшаяся недавно, не прибавила доверия в отношениях Киева и Кишинёва. Но есть то, о чём можно говорить с уверенностью, если партия Санду победит на выборах. В этом случае Молдова будет проводить реформы и двигаться в ЕС. А это само по себе является важным для Украины. Впрочем, остаётся вопрос, хотя партия Санду и лидирует в парламентских опросах, ни один из рейтингов пока не даёт ей 50% голосов. А значит, есть высокий шанс, что её соратникам придётся создавать коалицию. Но с кем? Реальным считают союз с политиком по имени Ринато Усатый. Это, к слову, довольно распространённая фамилия на севере Молдовы, где расположена главная электоральная база Усатого. Сейчас этот политик является одним из главных публичных врагов Игоря Дадона. Но так было не всегда. В 2016 году, например, Усатый открыто поддерживал Дадона и вместе с ним боролся против Санду. Более того, тогда он был открыто пророссийским. Усатый имеет гражданство РФ, а свой финансовый капитал сколотил на тендерах РЖД. Впрочем, ни геополитической идеологии, ни пророссийской, ни проевропейской его партия не имеет. Он скорее типичный популист. Это создаёт дополнительные угрозы такой коалиции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова